Куда забрались? Размон уже идет. Покажу отсюда снизу. Там оборота столько было. Строим, еще строим. Все выше и выше. Сегодня пеку сахарный пирог. Знаменитый здесь у нас в Германии. Он у меня есть уже тоже на канале. Но там еще в самом начале где-то. А сегодня мне надо сделать выпечку. Хотела как сыта в торт. Но пока состояние мое такое. Как сказать, уже практически нормально. Но на сегодня просто много готовки было. И решила по-быстрому избавиться. И выпечка, чтобы была вкусная. Да, и... Времени сильно много не тратить. В общем, здесь я просеяла приблизительно где-то 300-350 грамм муки. Я не мерила. Я вам рецепт напишу. Насыпала сахар. Приблизительно где-то 100-120-130 грамм. Да, я буду смотреть, потому что молока у меня теплого здесь 300 миллилитров. В сахар я сразу открою дрожжи пачечку. Здесь у меня 7 грамм. А, прежде чем дрожжи, знаете, что сперва здесь делаем? Вот здесь в чашечке крахмал кукурузный. Можно картофельный. А столовая ложка с бугром, да? Вот. Ну, не с огромным. Так, с бугром. Ну, вы видите, сколько. Сюда я добавляю соль. Сюда же я чего хотела еще добавить. Подождите. А, сюда в сахар сразу добавлю ванилин. По своему смотрению. Смотрите, ванильный сахар, да? Вот. Ух ты, сразу как пахнет. Прямо ноздрю. Еще на больное горло. И здесь у меня разрыхлителя где-то пачечка 16 грамм. Где-то у меня здесь ну, 6 грамм. Где-то так. Тоже сюда в крахмал высыпаю. 6-5, чуть-чуть, да? Поможем тесту до приезда сюда в Германию я не знала, что дрожжи можно тоже в дрожжевое тесто добавлять. Я уже об этом говорила. Разрыхлитель. Но можно. И оно разрыхлитель помогает, да? придерживать тесто, во-первых. Во-вторых, он дает тесту дрожжевому дольше оставаться не черстветь, не черстветь. Вот. Все. Сюда теперь я вот сюда, с краешку где-нибудь чтобы вот сюда подвину то есть в ямочки. Сейчас буду наливать молоко. Дрожжи сперва высыплю, да? Ну, в общем, все увидите. Вот здесь где-то я ямочку сделаю и это все высыплю, да? чтобы пока это не соединялось пока дрожжи я буду проверять чтобы потом в общей массе уже. И вот так вот мучкаю отсюда все это дело тут уже в маленькой ямочке видно, да? Перемешаю, да, немножко. Вообще, крахмал у нас был через сито тоже попускать. Ну, то ладно. Он у меня вроде бы там нигде не группировался, не комковался. Все. Сюда еще возьму пока присыплю мукой, да? Чтобы муки было побольше когда я начну все смешивать. А вот сюда в ямочку высыпаю дрожжи 7 грамм. немножко тоже это все дело смешиваю чуть-чуть муки сахар и этот сахар ванильный все смешиваем вот так вот опять же чуть-чуть ямочку молоко сразу все не буду выливать молоко должно быть теплым, да? Я его подогрела ну и вот тут вот проверим дрожжи советую проверять если не торопитесь а если торопитесь то лучше такое с дрожжевым тестом при дрожжевом тесте спешкой вообще никак не надо немножко комочки разобьет потому что они тут организовались все оставляю уже я вижу работу дрожжей видите пузыряка но я еще немножко прикрою пока крышкой крышка впереди и туда все прикрою пока да и уберу в сторонку встретимся чуть-чуть попозже ну все видно что дрожжи звук хороший так забыла приготовить одно яйцо сейчас сейчас разогревала масло как бахнуло хорошо у меня крышка есть по 30 секунд всегда надо разогревать на коротких импульсах ну вот короткий импульс бахнул мне на втором импульсе сыграла плохую шутку яйцо прям сразу можно молоко сюда до в остатке и усюм сейчас перемешаю я извиняюсь думала все подготовила вот так всегда оказывается нет молоко соединяю с яйцом все осталось тут масло надо посмотреть чтобы было не горячим вроде бы нормально я его тоже кстати к молоку кричит подмешаю такое дело стало замечать что я свинокин раньше дисфакута никогда к выпечке тем более не приступала у меня молоко еще на всякий случай подогретое есть если вдруг я муки многовато просеяла да то вы не волнуйтесь я вам рецепт напишу как положено не как у меня тут так помним что вот здесь вот у нас крахмал потихонечку отсюда берем и оттуда и отсюда отовсюду да вот еще немножко возьмем и сейчас будем эту смесь вводить тесто лучше всего не густое сделать я сейчас буду замешивать и смотреть туда что я потихонечку со всех краев подбираю и замешиваю все забрать вот так я его сегодня сделаю по нашему этот сок я кухон да то есть сахарный пирог сегодня сделаю немножко по-другому как у меня рецепт есть на канале все то же самое просто сверху я его миндальными лепестками припорошу надо будет мне еще подсыпать будет подливать молоко или нет сейчас посмотрю тесто надо такое чтобы оно было тягучим ну в смысле не жидковатым да не замешан вот это как чтобы руками месить его руками то можно чтобы оно цеплялось да ну вы видите не хожу не нахожу не хожу нормального слова я сейчас чуть-чуть все таки добавлю хотя оно я лапку запущу потому что так я не могу помнить мне надо пальчиками кончиками подушечек вот тут чувствовать да что у меня там заодно оно лучше перемешается у кого есть комбайн комбайном можно такой кусочек теста чего его мурызмечить нет я не буду наверно подливать в общем я его сейчас отставлю да масло оно сдобное тесто когда делаем оно сейчас может тесто собрать нам в ком все-таки я не думаю по ощущениям все-таки не будет густого теста плотного теста как еще его назвать не знаю даже так собираемся товарищи вот он вокруг он видите вот такое вязкое наверное сейчас все слова соберу какие в памяти выскакивают я вам сразу произношу да все что имею все выложу кусочки хотят захотите перед этим не село тесто на штрудли капусту тушу со штрудлями давайте уже снимайтесь стасочки я так не люблю когда по чашке размазывается еще лучше никто вы после этого предатели сейчас я руку сполосну и мы дособираем эти кусочки сейчас 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 мое лапки сейчас попробую лопаткой собрать все хочу себе найти лопатку такую лопаткой или как она называется шпатом который немножко знаете такой чтобы он гнулся этот гнется вот у меня но он может и сломаться немножко такой гнущийся еще себе набор у меня остальное есть вот такой еще один бы ревр стивы который гибкий ну все теперь я тесто отставляю теплое место пусть подойдет и потом приступим к дальнейшей работе ножичек у меня этот шел вместе с моим как сказать же типа комбайном но у меня дешевенький да тесто в нем замешивать еще то издевательство вот но взбивать белки вообще жидкость да это он мне служит а остальное мне и не надо тесто замешивать пока мои рученьки еще могут все это делать поэтому крышка была немного уже тесто месила в ней да и сейчас еще не мыло после того теста сейчас вам покажу поставлю сюда поближе к тепло когда ставите к чему-то теплому смотрите чтоб оно у вас сильно не перегрелось подальше да и потом я время от времени его так поворачиваю все бока тут я накрыла полотешкой открывать нельзя тушится на двоечке у меня капуста когда практически готова да потом делаем штрудельки видно с петрушкой я делаю я делаю травку которую у меня невестка ореховая какая-то трава она в Дагестане и вообще только в горных частях вообще стран странно где горы есть там там есть похожая на базилик но это не она запах прям такой ореховый поэтому так она сильно пахуча духовка у меня нагревается уже на 180 градусов взяла форму смазала снизу подстелила лист для выпечки все сейчас тесто немного приподнялось смазала маслом сливочным здесь покажу я масло запасно резать еще буду нарезать не этого будет маловоста первым делом подошло чувствовать пока рука у меня еще в масле так как я форму смазывала я прям рукой это сделаю так будет неудобнее все теперь практически чашка чистая естественно будем мыть я имею ввиду что не пристает да больше сторонам чашки все разравниваем тесто да чтобы более-менее оно у нас ровно было потому что это не какого тесто то из масла не песочное тесто которое может потом еще немножко подразойтись да которое при нагревании из пива станет жидковатым и оно разойдется да это тесто нет это дрожжевое оно у нас ляжет как есть ну вверх только поднимется да а в сторону не пойдет ну пойдет и в стороны что тут говорить но в смысле что то вы меня наверное поняли что где потоньше положим там и будет потоньше ну да ладно идеального не должно быть вообще теперь я беру свое масло делаю вот такие дырочки да уже видно видно можно палец в муку смочить но я буду не так я прям сразу маслица вот эти кусочки да где побольше я их прямо в руках на два но сильно маленькие не делайте это самое вкуснятина будет да вот кусочек да я его так на два не буду делать дырочки заранее да прям вот так вот ночью вы поняли не буду дальше вы затягивать время вот так потом можно будет еще раз попройтись пальцем поправить что они туда внутрь упали когда первый раз укладываете до масса тесто пытается его вытолкнуть потому что подходит до 2 1 потом пройдетесь вот все тесто начинает вот видите обволакивать а ну там внутри теперь посыпаем сахаром сверху те кусочки масла там очень вкусный пирог очень бомбический по калориям за ну как и практически вся немецкая выпечка и вообще еда практически вся она калорийная теперь я беру миндальные лепестки если их нет не беда как с ними так и беда миндальные лепестки до сверху немножко посыплю еще закончила второе начало все отправляю в духовку 180 градусов время выпечки поставлю засеку вот он как поднялся пекется он у меня уже 24 минуты сейчас кое-что приготовим как только он будет практически готов будем вытаскивать на заливку нам потребуется еще сметана сливки 200 грамм но так как у меня пол баночки только до 100 грамм больше не оказалось дома ну да ладно выкрутимся из положения беру крем фраха флаха как называть 30 процентную сметану не кислую перу сливки тоже 30 процентную жирность я ее сейчас возьму нам надо будет подогреть да мне надо будет подогреть потому что будем заливать на горячий пирог но где-то я взяла тоже пол баночки да и чуть-чуть подогревшую воду буду дополнить я ее сейчас разведу еще больше не получилось кратает не дерутся они так играют только потом их игры переходят так густовато чуть-чуть водички и и и и и теперь добавляйте сливки вместе смешиваем и подогреть как хотите можете на плите я поставлю подогрею в микроволе чтобы они были такие чуть-чуть горячеватой не теплым чуточку на все я сейчас вытаскиваю его это оставляю вот такой степени готов поливаю как можно быстро сливки мы поэтому и подогревали потому что он сам горячий да и горячим нужно заливать заливаем разъемная форма да и поэтому может быть может быть может быть она чего-нибудь тут не протечет на что страшного я все время ставлю на лист разъемных формах всегда выпекать ставлю не на решетку на лист подразумевая такие случайности протекла малюха он подберется да у меня хорошо что форма она снизу как чашечка выпекался он до такой степени у меня так сейчас посчитаю 20 30-32 минуты смотрите по своей духовке может быть равная от 20 минут и хорошо поглядывайте сахар где да но сейчас он со сливками постоит и станет мягким все отправляем духовку еще на от 8 до 10 минут но пока мой кухонь допекается я себе тут накладываю капусту дочь уже поела штрублики я делала в этот раз маленькие они все нормально пропарились в смысле готовые до хорошие мягкие не сырую вкусненькие слои отделяются потому что я маслом подсолнечным смазываю слегка и травками посыпаю приятного аппетита всем кто кушает ой вытащила с духовке на меня на пол чих как раз надеюсь больше чихать не буду в общем смотрите сверху это из-за того что я сметану делала вообще вот этого не должно остаться да ну это тоже не страшно я сейчас пройдусь по краю потому что где сметана вот это вот осталось там немножко как пристало еще со сливками дали со сметаной но еще раз скажу да сливки вот так не останутся но может где-нибудь чуть-чуточку останется хорошо их перемешать и сбутыхайте да и она не должен я хочу его вытащить вытащить хочу чтобы чтобы получше но как не замокрел что ты не раздвигаешься еще на сама там видно где да с маслом смазывала и вытащу его отсюда чтобы не соприкасалась до чтобы были на решетке щели ах-ах-ах-ах так он будет остывать как остынет потом подключусь будем нарезать решила еще раз подключиться до пока он не остыл сказать так он сказала не сказала не помню лепестки отпадают 25 минут он у меня был со сметаной до там в духовке вы сами смотрите по что ну чтоб не сгорел да вот еще хочу сказать кто заглянул может быть на мой канал первый раз или недавно подписался да за штрублем у меня есть развернутый рецепт да но полностью там я показываю тесто как замешиваю я всегда замешиваю на молоке в этот раз я замешала на половина молоко половина вода теплая вот всегда по-разному да в этот раз раскатывала их потоньше поменьше с дочеркой и дочь мне сказала сделай их поменьше сейчас покажу ели отсюда брали да вот и там все показываю капусту я всегда беру практически всегда в казахстане на квашеной капусте делала да а здесь на половина беру квашеный половина свежий и когда мясо обжарится утушится потом запускаю лук чесночок потом морковку все это утушится да потом я добавляю свежую капусту и наверх у выкладываю квашеную капусту смотря какая она у вас по кислости да если не сильно кислая то я не промываю ее квашеная или соленая да вот когда запущу морковку и мешаю и все утушится перед тем как запускать капусту свежую я солю это все дело да с тем условием что квашеная капуста или соленая капуста она уже имеет свою соль именно чтобы посолили соленые были мясо морковка лук и свежая капуста да солю с этим все всем учетом перчу какие вы там хотите приправки я приправу никакие не добавляла когда как у меня сыграет перемешиваю и потом уже когда я укладываю свежую капусту на нее соленую или квашеную ставлю 2 лавровых листика сбоку до перед тем как устанавливать свои штудли я убираю лавровый лист потому что если он где-то будет соприкасаться со штудлями он даст этому штудлю такой вкус свой вот и перемешать не перемешивая уже да я просто осторожно вот так вот лопаткой делаю щели чуть-чуть как вот так вот потрясывая да во внутрь туда это уже с капустой тушится нами на троечке вот я например если морковку и мясо делала от девятки до шестерки игралась да то капусту уже тушу я на троечке не перемешивая а потом я смотрю по усадке капусты да что она практически готовая я начинаю раскатывать штрудли хотите толстые раскатываете само тесто потолще да и поменьше пласт размером и скатывайте всегда смазываю подсолнечным маслом хотите травки вот я сухую всегда паприку сыплю иногда вот эту ореховую травку да вот в общем вот так скатываю укладываете все да я все эти делаю что если у меня много получается я на тарелку смазываю подсолнечным маслом укладываю их разрезаю пока туда потом все разом выкладываю в кастрюлю закрываю плотно крышкой да и все убавляю огонь да не огонь а силу напряжение энергии нагревания на двоечку закрываю полностью полотенцем чтобы еще ли да если но где-то щелочки есть то все полностью хорошо закрываю если крышка вот например у меня это да она здесь маленькая щелочка сюда вообще гуся если жаришь или утку наливается сюда вино и вот это через эту маленькую дырёх очку протекает потихонечку вино туда капает да на утку или на гуся вот ну и крышка имеет свойство все равно она совсем плотно не прилегает да я укрываю полотенцем в казахстане у меня был даже казан к нему крышка была не родная не родня вообще я укрывала двумя полотенцами на медленный там газ у нас был до медленный медленный огонь смотрите чтобы у вас перед тем как закладывать их до подливка именно вот это внутри а ее у вас было чтобы капуста когда лежит подливка сверху с капустой чтобы не торчало до чтобы штрули у вас легли не в бульон потому что они тогда достаточно не повдымутся и они где бульон они вот так вот ну они пропекутся провалятся да но они будут вот такие вот как клетки бульон должен быть немного ниже уровня капусты да но он тоже должен быть я открывала вам сейчас показывала то что это вкусно потом капусту когда накладываешь бульончиком поливаешь и стругли выкладываешь да желательно чтобы штругли не касались но если где-то кто-то какой-то из них коснется ничего страшного потом только полотенце приподнимаете и поглядываете до закрываете крышку не трогать пока вы уже не увидите что да все они остановились расти они по виду уже видно что они готовы и практически не практически а готовы тогда выключаете и еще оставьте немножко настояться до их в общем вот так рецепт у меня есть полный развернутый и по моему даже уже не один извиняюсь плейлисте все что не сладкое там есть что мы беда пирожок хорошо поднялся такой прям пушняка и мягкий мягкий не буду ломать пусть остывает все подключусь уже когда чуть я вас не уронила когда он остынет будем разрезать хорошо разрезается все отлично еще тепленькие сюда покажу здесь еще он выделяется никакой жидкости все пропитаны и пропечено все прекрасно сейчас на камеру кушать то мне его какая разница вы же не прочувствуете же тут снизу до образовалась вот эта корочка сахар туда ушел она похрустывает вкусненько вкусненько на и прекрасненько все можете светить не буду уже насветила пока несколько видео не надо мой светить до лепесточки вкусно пеките с удовольствием рецепт пропишу снизу под видео также будет под видео стоять мой инстаграм мои одноклассники и мой телеграмм группу которую я создала вот у кого есть желание присоединяйтесь подсоединяйтесь будем общаться кто не подписался подписывайтесь кто подписан проверяйте подписку пожалуйста да потому что youtube продолжает чудить вот всем желаю всего самого-самого прекрасного будьте все здоровы счастливы желаю вам долгих-долгих лет жизни до самой глубокой старости в здравии и в разуме не теряйте разум свой вот сейте добро получайте добро радуйтесь жизни каждой секундной жизни бога вам всем помощь божие благословение благословение если это две разные вещи и исполнение конечно же мечты желания все всем поцелаю за кадром воздушный поцелуй вы знаете что делать не надо сторонку отошли пролетит мимо кому надо прилетит куда надо вот всех обнимаю крепко-прикрепко все на этом пока пока буду собирать видео если каратусенькое то своего лисюшку вставлю еще посмеяться вам а если видео уже будет достаточно достаточно то тогда значит в следующем видео все не забывайте же конечно пальчик вверх или пальчик вниз если видео понравилось ну пишите же конечно комментарии люблю общение диалог а не монолог и но не люблю когда игнорируют все пока пока а и и и и и и и